Всем привет, друзья! Я рада видеть вас на моём канале. Давно мы с вами не устраивали такие простые болтологические видео, где мы с вами можем общаться, узнавать друг друга в лёгкой непринуждённой обстановке. И сегодня, как вы уже поняли с названия этого ролика, мы поговорим о моих кубах. Я себе уколола чуть-чуть верхнюю и нижнюю кубу гиалуроновой кислотой здесь, в Польше. И хочу поподробнее вам рассказать о ценах в Польше, как это всё происходило и об общих моих впечатлениях. Если вам интересно, оставайтесь со мной и поехали! Итак, хочу сразу оговориться, что я не являюсь противником каких-либо операций, уколов красоты и так далее. Я считаю, что если это сделано эстетически, красиво, без перебора, без вот этих вареников, без чего-либо в таком духе, то в принципе почему бы и нет. Подправить всё иногда можно, иногда даже нужно. Если человек недоволен чем-то, либо это выглядит не так, как ему нравится. В моём случае именно так и было. У меня верхняя губа достаточно тонкая была, а нижняя, в принципе, нормального размера. И мне хотелось сделать чуть-чуть верхнюю губу побольше, но чтобы это было без перебора, без этих вареников, в принципе, незаметно. Как вы можете наблюдать с картинки, здесь или здесь, я вставлю, какие у меня были губы до и какие они стали после. Я считаю, что намного лучше уже после. Они красивые, пухленькие, как будто мне снова 18 лет. Тем более после 30 лет все мы знаем, что уже кожа теряет свою упругость, и те губы, которые я имела когда-то, они уже, конечно же, не такие. И они уже чуть-чуть упали, скажем так, и стали тонкие. Вот, как-то вот так вот. Такая история. Как вы видите, вот так оно выглядит сблизи. Ничего такого. Изначально я, в принципе, шла делать носогубную складку, так как у меня она уже, как мне кажется, достаточно глубокая. Но мастер сказала, что мне ещё не надо её делать. Не знаю, почему. А вот губа, да, она бы подправила. И я согласилась на условия мастера и думаю, сделаю, как, в принципе, мне сказал мой мастер. Выбирала я мастера по отзывам. Мне советовали клиентки в салоне, которые ходят ко мне. И также по инстаграму, по отзывам читала, рассматривала картинки, как это выглядит. И, в принципе, мне всё понравилось. А здесь ценовая категория сделать губы гиалуроновой кислотой. И, в принципе, независимо от объёма, наверное, не знаю, как там с объёмом, но ценовая категория варьируется от 700 до 1000 злотых. Это от 5000 гривен до 7000 гривен, если переводить на гривны. Процедура не с дешёвых. Она болезненна. И, в принципе, я вам скажу, что, наверное, у нас на Украине, либо где-то в России намного лучше делают мастера. Общие впечатления у меня положительные, мне понравилось. Но, в принципе, я не скажу, что мастер прям очень хорошо разбирается даже не в своей теме, как это сказать. Вот есть такое, знаете, когда человек просто знает во всём о губах. Вот он или образованный врач-косметолог, или просто косметолог, который много о чём знает. А здесь у девушки было такое, что она знает всё про губы, но как бы больше ничего она не знает. Про носогубную складку, мне кажется, она не хотела её делать, так как, может, не умеет, может, не так идеально получается. Да, на губах она уже натренировалась, набила руку, но, в принципе, на этом всё. Не факт, что если бы у меня что-то, не дай бог, пошло не так, она бы знала, как это исправить. Ну, у меня такое впечатление. Может, конечно, оно неправильное. Что ещё я могу рассказать вам? Мне вкололи 800 миллилитров, 0,8. Я не дошла до одного миллилитра, мне казалось, что это уже много. Я хотела изначально вообще 0,5, вот. Но как-то вышло так, что мы сделали 0,8, а сейчас я думаю, что надо было всё-таки один. Но это у меня начинается вот этот прикол, что ты сделаешь губы, а потом тебе мало-мало-мало, вот типа того. Но надо его делать, как бы пока я не собираюсь, где-то через полгода. Потому что если вы делаете губки ваши первый раз, вы должны знать, что они быстрее рассасываются, гиалуроновая кислота быстрее уходит с губ. Если вы уже как бы делаете несколько раз, то оно там, наверное, накопительный такой имеет свои свойства, такие накопительные. И оно как бы уже не до конца рассасывается, вот. Но если первый раз, то, в принципе, за 8 месяцев нужно повторять процедуру. Даже не за год, а за 8 месяцев, так как, в принципе, эффект теряется, и нужно возобновлять. Косметолог при мне открывала новый шприц с гиалуроновой кислотой. Это такая коробочка с сертификатом, где находится, в принципе, гиалуроновая кислота. Там два шприца и сама гиалуронка, вот. Она это всё при мне открывала. Один сертификат оставила себе, второй дала мне. В принципе, с этим у меня вопросов нету, мне всё очень понравилось. Она видит сразу, какая форма мне будет лучше, подсказала мне. И, в принципе, мы ознакомились со всеми условиями, чего нельзя делать там сразу после процедуры. Если вы делаете первый раз, то, да, это больно, но она обезболивает вокруг губ чем-то, и, в принципе, не так слышно боль. И делает это быстро. Если не дёргаться, а чуть-чуть потерпеть, то, в принципе, сама процедура занимает 5 минут. Наверное, она там поколола, и всё. Можно терпеть, да, и не так это и долго. Советую вам, если вы хотите себе сделать и делайте первый раз, начать тоже, как я, или с 0,8, или с 1 мл. И не делать больше, потому что я знаю, что там девочки у неё делают и по 2 сразу, и как-то так. Ну, это уже, наверное, перебор. А так, когда это красиво эстетично, то я не против. Сейчас у меня только одно желание — красить губы блесками, потому что блески уже не смотрелись на моих тонких губах. Мне казалось, что даже если я выхожу за контур, это не так смотрится. И блеск сходит быстро, и вообще ничего не видно. А тут даже если блеск сошёл, как бы эффект губов остаётся, что и классно, в принципе. Сейчас в блеске носить самый топчик. Ещё хочется попробовать на таких губах какую-то бордовую помадку, либо красную. Буду краситься, буду вам показывать макияж, как это всё будет выглядеть. Надеюсь, будет красиво. Какие ещё у меня впечатления? У девушки отдельный свой кабинетик, где, в принципе, есть полная приватность, где тебя никто не трогает, и ты себе наслаждаешься, расслабляешься. Здесь тоже важно, как ведёт себя мастер, умеет ли расположить и умеет ли успокоить клиента. В моём случае так и было. Мастер умел успокоить, разрядить обстановку и настроить на то, что будет всё быстро и не больно. В принципе, вот такая история с моими губами. Хорошо, что оно быстро зажило. Сегодня только второй день после процедуры. Отёк почти полностью прошёл, и мне уже кажется, что они маленькие. Надо было ещё. Не, ну я себя успокаиваю, что это у всех так, поэтому больше делать точно не буду. Хотя, конечно же, хочется. Всем моим близким очень понравилось. Здесь, в принципе, мне нравится, вот реально мне нравится. Нету перебора, нету чего-то такого, что, блин, зачем я это сделала, либо что-то ещё. Мне очень нравится, всё красиво, эстетично. Не знаю. В принципе, да. Вот это немножко дорого, потому что я знаю, что на Украине оно стоит, блин, 100 долларов, 150 где-то так. Но здесь, как бы, получается 200-250. Ну, тоже зависит, какой мастер. Бывает, что и 1000 стоит. Бывает, что и 500. Но там тоже, если 500, неизвестно, какого качества будет это всё. Главное, смотрите, на стерильность, отзывы, рекомендации. Мне советовали. Я видела, как эта девушка делает в живую, как выглядела на её клиентке эти губы. И мне очень понравилось. Поэтому я и решилась. Тем более, если что-то хотеть, нужно делать сразу. Потому что потом мы передумываем, думаем, блин, это мне не надо, там ещё что-то. Но это будет хотеться и дальше, пока этого не сделать. Поэтому я думаю, что нужно делать. Вот, девочки. Скоро у меня отпуск, и мы с вами сможем снять какие-то интересные видео, влоги. Я думаю, будет интересно. Пишите ваши комментарии, делали ли вы губы себе, либо что-то другое. Сколько это стоит в ваших странах, городах. И какие у вас впечатления. Рады, не рады. Всё ли хорошо зажило, всё ли хорошо сложилось, было ли больно. Я буду рада почитать ваши комментарии. В принципе, на сегодня у меня всё. Такое коротенькое видео о моих губах. И больше ничего интересного. Я за вами очень скучала. И надеюсь, видео будут выходить чаще. Я всех люблю. Пока!